Приветствую вас в Аноним. Давайте разберем ваш текст. Собственно, вы благодарите, пишите заранее. Спасибо, но спасибо за что? Вы чего хотите? Вы рассказали историю, в которой, конечно, есть несколько моментов, ну, касающихся, например, лично вас. Вот. Но чего вы хотите? По-прежнему, не ясно. Я думал, вы зададите вопрос какой-то в конце или что-то вроде того, но нет. Полагаю, что вам сейчас пресс плохо и пресс у вас полмиротра и вам больно, вам тяжело, вам трудно. Вот. Я думаю, что имеет смысл вам как-то вот здесь, ну, проживать, скажем так, свои чувства, вот. Вы можете приходить, пусть прессой, прессой трэм, это сказать, что это было! Ух ты, аааа, что называется, отболеть, вот, и соответственно, после этого, после того, как отболеете, возможно вам, ааа, у вас, точнее, возможно, появится, ну, определенная перспектива, скажем так. Вот. А сейчас у меня, по крайней мере, такое ощущение, что вы сами не знаете, что вам делать. Ну, вообще говоря, это, конечно, нормально, ааа, вот, ааа, то, что вы не знаете, что вам делать. Вот, это, ааа, то, что вам больно, да, понятно, то, что у вас истерика, ну, то, что вот вы, ааа, так, переживаете, в принципе, понятно тоже. Вот, но у вас, ааа, помимо вот той ситуации, которую вы описываете, есть, мне кажется, свои собственные проблемы, проблем с тревожностью, неуверенности в себе, вот, страхов, ааа, страх какие-то есть, и вполне вероятно, что, ааа, девушка это, как-то считала, и восприняла, вот, в таком ключе, который, вот, ну, может быть, с вами, эээ, и не преподносился, так. Вот, но для неё он выглядел, и выглядит, вероятно, именно таким образом. Вот, при том, что, ну, я отдаю себе отсчёт, да, в том, что вы совсем по-другому можете ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ сейчас не то, чтобы чем-то заняться, я отвлечен, мне кажется, что это как-то таки совсем корректно и гуманно по отношению к вам. Я думаю, что имеет смысл как-то таки прожить те самые негативные болезненные чувства, проживать их и разбираться в себе. Вот, я думаю, что сейчас вы вполне можете этим заняться, чтобы стать более устойчивым, более, э, таким, э, свободным, вот, не побоюсь этого слова, да, и скажу так вот, не, а, быть более устойчивым, более, э, свободным, вот. А у вас есть страх отвержения, на мой взгляд, совершенно здесь очевидный. Вот, у вас есть, э, не знаю, не помню, говорили или нет, некоторая тревожность. Вот, и, соответственно, у вас есть, как мне кажется, что, э, э, в глубине души страх, что, вот, ну, что ни с кем, э, больше, кроме девушки, вы не будете. Потому что вот эта вот позиция, что девушка должна быть одна. Но всю жизнь, да, она, эта позиция, э, она не плохая, эта позиция, э, вот, она не плохая. Э, э, ну, с той точки зрения не плохая, что, как некое, такое стремление к, э, идеалу, она не плохая, но, вот, э, ну, вот, э, если говорить про реальности, про то, что вы, э, изо всех сил, может быть, хотите, э, эту позицию реализовать, вот это, конечно, если вот так, то это, конечно, довольно-таки, э, серьезно, как мне кажется, да, в том смысле, э, что, ну, у вас, э, у вас, э, это может и не получится, э, в принципе, вот, и, э, что делать, э, что делать тогда, если у вас не получится, вот, ну, это, как мне кажется, вопрос, и вопрос довольно серьезный, на который вам, э, 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 как мне кажется, надо бы поискать ответ, потому что, ну, это может довольно сильно на вас, э, влиять, по моему мнению, конечно, по моему мнению, конечно, исключительно только по моему мнению, вот, э, такой вот, собственно, ответ, пока что я могу вам дать, э, с точки зрения, э, психологии, с точки зрения, э, психотерапии, э, вот, и с точки зрения, наверное, своего опыта, вот, который у меня есть, вот, потому что, а, ну, вот, когда человек оказывается в такой ситуации, ему, конечно, очень, очень-очень тяжело, да, вне всякого сомнения, вот, и в первую очередь тяжело, ну, находиться с собой, с собой, тяжело находиться с самым собой в своих, вот, ну, там, в своих чувствах, в своих мыслах, хотя он может вообще казаться непоносимым, вот. Такая история, вот, теперь, теперь я думаю, что, э, имеется, имело бы смысл, э, поисследовать, э, ваш текст, вот, ну, как-то вот более, более подробно, да, посмотреть на ваш текст более подробно, вот, и дать, э, какие-то комментарии непосредственно, э, вот, непосредственно, э, по поводу этого, непосредственно, по поводу этого, а, так что давайте попробуем, э, сейчас, э, начну, прокомментировать, что там, и по-моему написали, так, э, первое, э, баты и э, цифры, э, вам кажется, что, э, если вы, э, дадите всю информацию, то есть, ситуация решится, на самом деле, в психологии несколько не так, что происходит, вот, психология, э, все происходит немножко по-другому, в психологии важны не даты, хотя, иногда это тоже важно, но, э, резус психологии все-таки важнее, э, э, немножко другое, да, да, психологии больше важны, э, какие-то, э, места, я, я бы сказал, э, психической жизни человека, вот, это никак, никак не связано с фактами, но то, что вы сами, э, используете даты и прочее, э, э, значит, ну, на мой взгляд, э, свидетельствует о, может быть, э, стремлении к контролю, э, э, как попытки себя обезопасить, вот, обезопасить от возможных проблем, и, э, вполне вероятно, что девушка, э, ваша, э, э, она этот контроль, э, чувствовала, несмотря на все ваши, э, несомненные плюсы, которые есть, которые, которые абсолютно, а, точно, точно, э, присутствуют у вас, э, вот, э, девушка чувствовала некий контроль, и, соответственно, ей, на нее это давило, с учетом, э, ее, вот, э, может быть, негативного опыта, который у нее был, вот, э, поймите правильно, ни в коем случае не хочу вас, э, 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 как-то, э, принижать, обесценивать, да, ни в коем случае не хочу этого делать, вот, ну, наверное, на это дальше обратить ваше внимание на, э, э, проблему, проблему, да, если я, ну, если я считаю это проблемой, соответственно, что я и пытаюсь, э, что я пытаюсь это сделать, вот, поэтому, если вам, э, что-то неприятно, то вы не думайте, что я это говорю, э, э, только в том, э, контексте, что я хочу вас вводить, зачет, но вот, ну, вот, ну, на самом деле, э, вводиться вас не хочу, ни в коем случае, мне это не нужно. Итак, да, первый, дальше. В страховке недвенадцатого года, ну, было, э, оно было, ээ, ну, было, что, особенно, первый год не встречались, потому что долго, э, очень долго на общении было больше, несколько переходов к кино. Ну, такое ощущение, да, что, вы не воспринимали, э, э, 2050, вот, или анализ, или вы оба, например, другого стрелка, вот, причем вы говорите, что у вас была идея о том, что вы найдете другую, вот, и я вот хотел бы, конечно, понять, это больше, ну, здесь больше про то, что вы, например, боитесь, или, может быть, боялись, а отвержение какого-то, вот, со стороны девушки, или вы действительно хотели кого-то другого, предполагая, что вот эта девушка не совсем то, что вы хотели, вот, тут тоже надо посмотреть, дальше, дальше, во все эти люди приходили, наверное, потому что внутри себя не хотелось быть отведутым, почему-то думал, что найдут другую, ну, вот, страх и отведенность, это родом из детства, история, тут нужно разбираться с вашим детством, то есть, ну, смотреть, по крайней мере, на ваше восприятие себя, для информации, я думаю, с пятого анализа у нас возьму, вдруг нужно будет, нужно будет кому и для чего, то есть, вот, знаете, вы, я понимаю, что, может быть, это сейчас прозвучит немножко грубо, но вы навалываете информацию, да, навалываете информацию, именно вот, что навалывает информацию, но зачем, вы не очень сами понимаете, вот, то есть, я просто вот, ну, как бы, подумать, а бы, то есть, серьезных отношений для этого не было, а что такое серьезные отношения и значение для вас серьезных отношений? В голове жизненное убеждение такое, что девушка должна быть одиннадцатой, почему? Секса для нее тоже не было, как ни, как ни грустно. Не кажется ли вам здесь противоречия, в этих вот двух предложениях? Очень боялась, как она отреагирует на это, почему боялась, из чего? Скажется, она очень чистая, но вы понимаете, чем человек. Здесь она вас приняла. С сентября двадцатого года начали снимать квартиры, в середине сентября мы до вечера вместе дома, потом она ездит, друзья меня с собой не берет, я говорю, чтобы не читала, где будет. Зачем? 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 К сожалению. Ну, как мне кажется. Будет мишками контроль и забот. Вот. То есть, то, о чем вы говорите вы, мне кажется это! больше про гантры опять же, а не про забор. Так, а почему она вас с собой не взяла, тоже интересный момент. Ушла примерно в двадцать, сказала вернется в час, в итоге напеваясь ночевала у одного из знакомых друзей и геев. Вот знаете, вроде бы ничего особенного, но уточнение, что друзья были геи, как-то вот, ну, вы понимаете, наводят на мысль. Примерно в следующий день, а утреноваться на ноль, примерно со следами хочется собрать вещи, ну, то есть, как бы самобичевание начинается. Задавали ли вы себе вопрос, аноним, почему девушка напевает ситуация, а если это не образ жизни человека, а если это не, скажем так, системное поведение, что здесь явно что-то такое происходит, а вы же, в свою очередь, говорите, о том, что я забуду этот интернет, хотя что случилось, страшно, но не понял. А ты больше так не делай. При этом о причинах не слово. Понимаете? И давайте подумаем. Опять же напоминаю. Я вас ни в чем не хочу обвинять. Давайте подумаем. Когда вы говорите, я забуду об этом интернетенции. Что это? Это бегство. Это бегство. Это избегание. Правда. Больше так не делать. Это по факту прямой запрет. На какие-то действия. Это контроль. Опять же. Дальше. Так. Свой поступок она аргументировала, что у меня у нее в полу-три плохих отношений, с ссорами и драками, потому что она ушла на работу. Как бы у нее есть такое, что она пытается отклонить человеку, но он будет у меня, потому что я сразу показываю ближе людей. Но я не думаю, что контроль этому как-то способствует. Опять же. Знаете? Вы извините, да, но контроль он просто виден невооруженным образом, я конечно могу предполагать, что я ошибаюсь, но да, она вас отталкивает. Она отталкивает вас. Да, это правда. Это правда. Но моя идея, она, знаете, вот заключается в том, что у нее возникает желание опалкивать. Это может быть желание, ну в принципе, в принципе там с вами и не связано, как бы, напрямую с вами. Вот. С одной стороны. Вот. С другой стороны. Как бы своим поведением вы можете ее подталкивать. То есть она может испытывать именно, что потребность. Потребность опалкивает. Вот. Поэтому я просто сейчас говорю о том, что у произошедшего есть, что называется, две страны. Две страны. Двая страна ваша и страна ее. И на это, на это нужно обратить внимание. Дальше. Так. Страшно. Я дополню. Не беременность она беременна. Я был очень рад. Она не могла поверить. А когда-то, когда мы гуляли, летом она упомянула, что когда я использовала таблетку, не могу сказать какую. Я сказал, что страстно у нее шансы беременна. 50%. Когда-то говорила, думала, что это как-то отпугнет меня. Но я сказал, что люблю. Немножко ни на что. Знаете, вот, у меня сказывает впечатление, что есть два человека. Есть два человека. Эти два человека, оба неуверенны в себе, оба сомневающиеся в себе, оба такие, знаете, вот, тревожные. В какой-то степени. Да. И эти два человека, они привыкли по-разному справляться с своими страхами. Вы, например, уходите в контроль и, соответственно, избегание, вот, приправлено, как мне кажется, долей великодушия. Вот. Не всегда, не всегда вероятно, ну, такого, знаете, вот, ну, корректного, да. Вот. Это вот как, как мне кажется, кажется. А девушка же, свою девушка, девушка привыкла бороться с этим обоцениванием за себя. То есть, то есть, вы себя напрямую не обоцениваете? Напрямую? Напрямую нет. А она обоценивает? Не обоценивает. Вот это вот, ее вот это вот самообичевание и так далее. Но, вы своими действиями, вероятно, потому что боитесь ее потерять, вот, подкрепляете ее такое поведение. То есть, вы подкрепляете в нее поведение такое вот самообичевание, ну, поведение самообичевание. Вот. Что она вот такая вот, нехорошая, там, и так далее, и так далее, и так далее. Чем больше вы так подкрепляете, тем больше у нее к вам идет отторжение. Если остальным опытом. Потому что, собственностью она себя ограждает. Вот. К сожалению. Вот. Поэтому. Поэтому. Тут тоже очень важный момент. На который я хотел обратить вам ваше внимание. Потому что, мне кажется, это довольно важно. ваше внимание. Дальше. Эм. Так. Эм. Когда она мне говорила, я думала, так, родственники из моей стороны со студио были рады. Ну, вот здесь вы начинаете говорить о третьей, эм. третьей стране, стране привлечения третьих лиц. Эм. 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 Я могу, пожалуй, со своей, только, стороны сказать, что, эм. 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 Не её родители и не ваши родители участвуют, условно говоря, в жизни и вам решать только. Но здесь вы, повторюсь, вот по моим ощущениям, да, вы здесь как бы обращаетесь к ним. И на мой взгляд это происходит не случайно. Но на мой взгляд это происходит не случайно. Вот. Дальше. А это давление всё. Небольшое выступление. На этом году у неё умерла биологическая отец, она я почти не знала, но тем не менее. Так, ну то есть вы говорите десатор о травмах. Травмах? Травмах. А вот. Приехав где-то часов в одиннадцать лодин, а здесь в одиннадцать у джампаданга и давай разойдёмся. Ну, что я могу сказать. Здесь страх. Вот. Девушка испугалась, испугалась с серьёзностью. Потому что вся эта тема с родителями и прочее, с ребёнком, с вами. Вот это серьёзно. Она испугалась. Вот это с более что вы не женаты до сих пор. Так как бы. И плюс, некоторая ваша неестественная скупность контроля, ну конечно, всё это не способствует помочь, чтобы отлабить. Вот девушка испугалась, да. Отлаб. Вот. Вот. Дальше. На следующий день у меня в сутки наработали. Я на него напишу, собрать вещи. Пишу. Никаких мне не было. Чувствовала сына. Дала понять, что это гараж. У меня звонила подруга, чтобы понять, что происходит. Ну вот здесь вы прибегаете к третьим листам. Я в один хотел этот момент подчеркнуть. Вот. Подчеркнуть этот момент того, что вы прибегаете к третьим листам. Вот. И, собственно, спросить вас о том, с какой целью вы это делали. Вы это делали или делаете как угодно. Как угодно это называете. Вот. То есть, ну вот с какой целью. Вот. Почему. То есть, ну да, она там сказала, что это неприятно, вы будете делать это. Для чего? Понять, что происходит. Да. А что значит, что вы хотите понять, что происходит. А это значит, что вы себе не доверяете. Знаете, какая штука? У вас нет доверия себе. Вот это то, о чем я пытаюсь вам сказать. Дальше. Так. Есть лог-паймер. Что потом девушка, у вас это неприятно, что я считаю сниженацию, что могу я даже снимать все. Ну как бы это. В ноябре предлагаю съехать. В январе, то днём предлагаю обслуживаться экстрематом. Говорит, а так конечно мы вместо. Не совсем понятно, но вот этот контекст. То есть, что вот так просто общение прерывает, потом обычно говорит, что мы с собой вместо, ну не знаю. что есть, просто есть ощущение, да, что какой-то вот есть контекст у этого. Вот. Но как будто бы вы его, как будто бы вы его до конца не раскрываете. Вот. Потому что, ну, совсем очевидно, да, что, если у вас с девушкой была общения, то оно, ну, словно говоря, в каком-то контексте, в каком-то контексте протекало. Вот. Но нужно понять, что это за контекст. Вот. А дальше, после того замечания, одна подруга я с меня общался. Почему? Далее следует вот это. Знаешь, ты понимаешь, как вы менялся, как вы ничего не испытывали. Понятно, что вас это, вас это очень, очень ранит. Это, это понятно. Понятно, без, без слов на самом деле. Вот. Но у вас немножко другое, что у этого есть контекст. Я вам покажу, что то, что вы описываете здесь, это просто проявление. Это вершина, как бы, ну, вершина этого. Вот. А есть еще контекст. И контекст, по вниманию, на мой склад, не является совсем никакого. Вот. А контекст здесь, пожалуй, самое главное. Дальше. Дальше. Ааа. Я в дальнейшем обратился чуть-то похуже. Я не запрещаю тебе, надо приезжать в Пелене, в гости. Но жить, нет, не смогу. Ну, понятно. Здесь девушка просто, ааа, что вот, боится. То есть, ну, опять же, на мой взгляд, это страх, да. И плюс, вот. Такое ощущение, что, ааа, она вот не ласкает. Ну, я так думаю. Вот. Что, опять же, перемещается у нее с, ну, с таким, ааа, чистым. На мой взгляд. Ааа, злость. Ну, что она злится, ну, одновременно. Вроде бы, хочется там быть, в то же время, злится. Злится. Злится нам. Вот. В смысле. Для нее вы, вероятно, там, слишком правильный. Вот. Она такое себя не ощущает. Вот. А, правильно ли вы, по причинам, которые я опитал выше. Так. Ааа, мое последнее сообщение. Если мне действует для тебя, все равно ты начинаешь брать полосвет, ты меня слышишь, потом говоришь, ааа, мига не смейся, а потом мне к тебе елась, ко мне никогда, ты трог на минуту не родилась, от меня не смекала за мою цель. Открыть для тебя такое по себе обе. Ну, это просто человек, как бы не, какая вина. То есть, я понимаю, что вам больно, но про свою боль вы не говорите. То есть, вы не говорите, что вам больно, что вы чествует, его просто обвиняется. Вот. То есть, как бы, она на это, как бы, реагирует вот так. Ну, то есть, кстати, вы опроекировали, ааа, деструктивно, я бы так сказал. Я понимаю, что, повторюсь, я понимаю, что вам больно, я прекрасно понимаю, что вам больно. Прекрасно. Вот. Но об этой боли, если вы, вот, посмотрите об этой боли, словно говорить о том, что всё-всё-всё вам неприятно будет тогда. По сути это просто претензия к ней, условно говоря, и всё. Вот. Ну и претензия, она реагирует вот так. Вот. То есть, ну, хорошо это, или плохо мы не будем, как бы, ну, мы не будем обсуждать, вот, потому что мне кажется, что это, ну, в этом нет особого смысла. Но, ну, важно вот то, что, как вы справляетесь со своими переживаниями. Как вы с ними обращаетесь? Вот. Это достаточно важный момент. Вот. Во всё время был момент, когда она спросила про её вес. Сколько примерно тебя устраивало? Безгода хотя бы 60. Ну, здесь зависит от контекста ваших отношений. Но, как правило, женщины дают такие вопросы немножко с другой целью. Вот. И меньше, меньше всего они хотят получить какую-то конкретную цифру. Вот. То есть, я здесь, понятное дело, не знаю всех нюансов. Вот. Ну, мне кажется, что... Потом мы обсуждали, я извинился. За это я, если не говорить, люблю это как канавида, звучал так. Ну, да. Я извинил. Я извинил. Ну, важно, опять же, опять же, что важно, что важно. Важно то, с какой мыслью вы говорили ей об этом. То есть, вот что важно. Какая мысль или желание двигало вас к тому, чтобы так вот сказать. Потому что, ну, ничего, как бы криминального, смертельного в том, что и так сказали никто. Нет. Дальше. Еще один момент. У меня в соцсетях на фору прочитает себя несколько книжки. Сама оценка. Низка. Она как-то сделала совместные фото перед уходом скинула в зеркале и вывозила себя в инстаграм, что расследование был против. Все хорошо. Она вернулась, она хотела репостнуть кастрюль с моего инстаграма. Я говорю, не надо. Я не знаю, какая-то первобытная реакция была. Она виделась очень или нет. Попала под них фото в самом аккаунте. Здесь, очевидно, человек хотел опереться на вас, а вы ее привели. Вот. То есть всегда буду у кого-то меня там не тревожит, и от самого жизни нет. Ну, тут, короче, сама оценка. Работать надо. Пишу. Прямо сегодня пришли бы заработать в работу, мысли, что мне не будет никогда в месяц, если это так, то как-то справиться и идти дальше. Ну, получается, что вам не очень интересна ваша жизнь. Так вот так, что была эстерика, несколько расследствия, удерживаемых эмоций. Такого никогда у меня не было, что мне плохо на душе аппетита нет. Ну, понятно. Тут нужно, нужно с вами работать. Что-то отчасти напоминает кризис, ну, кризисную такую терапию. Понимаю, но ничего, что заняться нет. Отлично бросать нет. Нет-нет-нет. Может, это гормоны... Ну, мне кажется, что вы себя успокаиваетесь тем, что у него гормон. Потому что может быть, конечно, и гормоны. А может быть и нет. Так. Никто не может, ты живи. У меня говорят про маневариант, что не будет места. На самом деле, это не по-другому. Мне интересно подождать. Были детальные, очень много писательных. Но интересно, вроде все отрабатывало. Цель какая у вашего обращения? Вы чего хотите? Потому что, да, есть сильные проблемы. Да, вы можете все это отношения гармонизировать. Я не думаю, что у девушки к вам нечего. Но работать нужно с собой. Вы готовы? Или как? То есть, как бы... Вот. Потому что... Вы обещали, что вы хотите стоять получить, когда за себя идти? Или что? Или что? Вот. Чего вы хотите-то? Собственно говоря. Да. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.